Приветствую вас подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я покажу как я буду утеплять перекрытие между первым и вторым этажом, а также монтировать на него пол из 50 доски, на который потом в дальнейшем будет укладываться финишное покрытие. Итак, приступим, друзья. Итак, после того, как мы проложили все коммуникации внутри перекрытия, это электрика, силовые цепи и цепи освещения, это слаботочные сети, это кабель интернет и так далее. Далее проложили вентиляционные короба для системы вентиляции, для будущей нашей климатической системы. Можно приступать к утеплению. Итак, утеплитель я уже заложил внутрь перекрытия, два слоя по 100 мм, то есть итогово 200. Не стал я это показывать в деталях, так как это есть в предыдущих роликах. Единственный момент расскажу только об вот этом вот моменте, самом важном. Когда у нас доска доходит до балки, а получается так, что на пути ее встречается затруднение в виде трубы канализационной, либо трубы водоснабжения, крепиться нам некуда, поэтому мне пришлось из доски 200 на 50 вырезать вот такой вот элемент. Закрепить его двумя саморезами 150 на 6, ну вот ПЗ-3, и 6 на 100, три самореза сюда. Соответственно, сюда потом можно будет закрепить доску, которая вот не может дойти до балки. А это как-никак три доски по 100 мм. То есть вот так. Дальше что? Накрываем изоспаном. Изоспан это у нас пароизоляция. Итак, пришлепываем его вот таким вот пистолетом, как я раньше говорил. Скобы у нас идут вот такие. 10 мм в глубину они заходят внутрь древесины. Тип 53. Ну и обязательно проклеиваем швы специальным скотчем, либо делаем внахлёст 25 см, как пишет производитель пароизоляции. Далее идём напиливать детали из доски 100 на 50. Итак, распаковываем наш временный охранительный материал. Как писал один подписчик, доски 4-двинтом, ничего такого не происходит, потому что один окрутый чёрт-двинтом. Итак, торцевать необходимо с двух сторон. Почему? Потому что вот видите, на доске здесь идёт трещина. Соответственно, вот этот кусок надо выбрасывать просто в помойку. Ну, не в помойку, в топку своей печи. Берём, ставим. И отпиливаем. У нас получается вот такой вот край. Здесь можно показать. Вот. Далее берём карандаш. Отмеряем длину нужной детали. Рулетка у нас не очень. Поэтому мы сегодня работаем такой. В данном случае это 273-273-9. Ставим отметку. Доску переворачиваем её. И вот важный, тут у нас важный момент. Увеличим сейчас. Важный момент. Черта, отметка, должна оказаться с этой стороны диска. Вот если здесь вот увеличить, вот как я сейчас поставил. Видно там? Ну, вот с той стороны будет, наверное, лучше видно. Для чего это делается? Чтобы деталь у нас была каждая одинаковая. Вот она, отметка, осталась здесь. И когда мы меряем, у нас вот что получается. Посмотрите. Увеличим. 273,9 мм. И так все детали у нас получаются одинаково. Но так как это идёт на пол, тут, конечно, фанатизма такого быть не должно. Ну, ну, я все заготовки пилю чётко до миллиметра. И так далее. Монтируем. Итак, приступим. Какой инструмент нам необходим для выполнения данной работы? То есть монтажа досок. Это шуруповёрт. Дрель. 1100 ватт, чтобы сэкономить ресурс шуруповёрта. Саморезы. 5 на 100. Брусок с саморезом полтинником. 5 на 4,5. И струбцина. Итак, на примере одной доски я без ускорений, без замедлений покажу, как это всё делается. И вы поймёте, сколько вам потребуется времени для монтажа одной трёхметровой доски. Итак, приступим. Берём доску, прикладываем несколько досок. Я уже сделал. Прикладываем плотно. Почему плотно делаем? Потому что при полном высыхании сейчас доска имеет процент влажности где-то 17%. Когда она достигнет до 7%, она уменьшится немножко в размере и появится сель. Поэтому я загоняю как можно плотнее. Берём дрель и под углом 15 градусов загоняем, потому что у нас делится. Для тех, кто не чувствует момент и не знает, когда остановиться, необходимо купить такую специальную насадку, чтобы соборез больше определённой глубины не уходил. Я ощущаю это так. Дальше у нас получается такая проблема. Вот там в самом углу у нас доска плотно не прилегает. И, соответственно, если мы будем делать это рукой одновременно, в одиночку, это невозможно. Поэтому здесь нам и потребуется брусок с 4,5 на 50 саморезом прикручиваем, берём струбцину и видите, что происходит. Доска у нас плотно сидит и помощник нам второй не нужен. Можно работать в одиночку. А тем более, если помощник криволапка, то лучше струбцины в данной ситуации ничего нет. Также загоняем под углом 15 градусов. Дальше у нас идут промежуточные три крепления. Нащупываем в изоспании балку, ловим середину. И загоняем в каждую точку крепления по два самореза. И, уверяю вас, с доской ничего не будет. Её не поведёт, ни штыра нет, ничего. И последняя. Почему удобно работать дрелью? Потому что мощная дрель позволяет сэкономить тарифу аккумуляторов и самого шуруповёрта. Потому что шуруповёртом надо крутить в труднодоступных трусах. Всё. Дальше сейчас замонтируем весь пол и будем делать тесты. Последнюю доску мы отпиливаем вдоль. Ну и монтируем её. Потому что не у всех одинаковое расстояние может быть. Итак, после того, как мы сделали пол, можем его проверить, качественно мы ли его сделали. Соответственно, для этого нам нужен стакан с водой. Мы его ставим на пол, чтобы, как говорится, он стоял. И рядом начинаем прыгать. Лучше для теста, но, к сожалению, у меня не получилось, пригласить 300-килограммового мужика, который занимается с умом. Но, учтите, если у вас ваше перекрытие сделано из досок 150 на 50 и шаг чуть больше 60, то этот мужик прямо уйдёт как в воду вниз на первый этаж. Поэтому вот так. Ставим стакан и начинаем прыгать. Бум! Всё. Если у нас вода не расплескалась, ну вот, соответственно, лёгкая вибрация будет в любом и в бетонном перекрытии. Ну вот. Ну вода не капли. Вот она, как и есть. Как и есть. Ещё можно сделать. Ещё вот она. Устаканивается. Ещё делаем. И так как это, чтобы доказать, что это не какая-то специальная жидкость, там всё, это просто вода. Я её просто выпью. И так, подписывайтесь на мой канал, друзья. Ставьте обязательно лайки. До новых встреч. Будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok